Маленькая квартирка, спартанские условия. 88-летний Георгий, доктор ЮНЕСКО, известный врач Украины, ученый, беженец уже в третий раз. Первый был еще в 41-м, в детстве, когда ребенком они с мамой и братом успели спастись из Винницы за пару дней до того, как в город вошли немцы. Жили в Киргизии, чудом не умерли от голода. Потом мы начали там умирать просто, потому что русской школы не было, работы не было, аул есть аул. С тех лет, и вы еле переехали в районный центр, где можно было маме устроиться с киркой в руках в каменоломнях Кокенгага, кирийская, тогда была СССР. И так мама за кусочек хлеба маленький, который она приносила, делила нам с братом, и дожили мы до победы. Они вернулись в Винницу, он выучился на врача, сделал блестящую карьеру, строя медицину Донбасса. Лечил и учил, исследовал и создавал, пока туда в 2014 году не пришел русский мир. Вдруг я вижу, только без погон, зеленые, как говорят, человечки, они, значит, ставят пушки возле моего дома, возле нашей квартиры, стреляют по украинцам. Украинцы вынуждены ответственно стрелять. Мы в подвалах находились и вынуждены были убегать. Взяли из подвала все, только маленький чемоданчик. Нам сказали, через две недели все улажится, а опять, как во Второй мировой войне, вы вернете, все будет назад. Мы вынуждены были переехать в Киев. Не выдержав трудностей беженства, умерла жена. Потом кое-как наладилась жизнь. Устроились дети и внуки, тоже врачи. Вроде все стало относительно нормально, но 24 февраля снова началась война. Выражение «Киев бомбили» обрело пугающее реальное очертание. Георгию пришлось бежать третий раз в жизни. До западной границы, потом в Польшу, потом в Израиль. Здесь его приютил город Йокнеам. Безусловно, я не мог пройти мимо этого случая. Мне очень хотелось помочь этому человеку. Я очень благодарю своих коллег из Министерства Алиинтеграции и моих коллег в городе, которые очень быстро и оперативно сработали. Были приняты в кратчайшие сроки решение о получении им Теуда Цзута, о предоставлении ему квартиры в нашем замечательном Микбас Диуре. Я хочу вам сказать, что между получением Теуда Цзута и Теуда Туле и выпиской ордера на квартиру прошло 2,5 часа. Это действительно рекорд. И поэтому сегодня Георгий находится с нами. У первого зама мэра Йокнеама Романа Переса сейчас работы непочатый край. Устраивать беженцев, искать им жилье, выбивать пособия, договариваться насчет ульпана. Вот как для 10-летнего Никиты. Он сейчас живет с бабушкой и дедушкой. Мальчик из первого военного поколения Украины. Сейчас привыкает к новому месту жительства. Я был дома, и нам бабушка позвонила и сказала, что было три сирены. И мы начали собираться. Дедушка в то время уже ехал ко мне. И дедушка переехал, и мы поехали на поезд собираться. Потом мы поехали во Львов через поезд. И там переночевали, а потом поехали на границу Польши. История, насколько типичная для этой войны, настолько же и страшная своей обыденностью. Никите повезло. Папа, бабушка и дедушка живут в Израиле и хотели забрать его еще до начала войны. И последний, как говорится, вот вагон, мы буквально вот стоя возле двери, значит, мы зашли в этот поезд и выехали на Львов. Там 9 часов где-то в пути поезд. Во Львове, конечно, ажиотаж. Все люди передвигаются хаотично. Очень много людей, вот, переночевали во Львове и утром, рано утром выехали на такси на границу. Значит, подъезжая границей, где-то за километров 15, уже невозможно было проехать. Здесь уже было столботворение машин, пробка, и мы с вещами, с ним, с внуком, значит, где-то километров 15 пешком. Просто шли пешком для того, чтобы выйти непосредственно на путь перехода, на переход. Таких историй сейчас миллионы. У каждого своя трагедия, своя беда, боль и брошенный дом. Израиль сейчас проводит, по сути, операцию по эвакуации своих граждан, евреев и всех, кто имеет право на репатриацию. Сахнуты Министерства иностранных дел, волонтеры и сотрудники еврейских организаций работают круглые сутки уже больше месяца. Масса проблем и вопросов. Все решается на месте и быстро. Снова включился извечный принцип не бросать своих. Еврейское государство принимает новых репатриантов и беженцев, которые бегут от войны. Сергей Услендер. Специально для Девятого канала.